Добрейшего времени суток на связи антиквар добро пожаловать в героев меча и магии 3 рог бездны наконец-то вышло долгожданное продолжение всей этой нашей истории этого проекта а именно город фабрика но и вместе с городом вышла первая кампания вместе с обновлением 1.7 знакомимся с фабрикой представляю вашему вниманию вторую часть прохождения стартовой миссии компании рожденные в огне миссия которая называется мир в огне познакомились мы с генриеттой с существами первого уровня с хоббитами но в общем ребята жесткие так ну и что едем дальше вот он у нас фредерик изобретатель то есть у нас наемники это войны во фракции в городе фабрика а изобретатели это маги до характеристики 1222 но у него третий уровень сложно сказать как это все выглядит в первоисточнике в общем так или иначе посмотрим значит специалистам по автоматоном это существа какого четвертого уровня дам в этом городе если я правильно помню обратите внимание ну тут обратить внимание не получится это они являются механизмами и их могут восстанавливать существа второго уровня но это так я немножко подсмотрел уже как тут что работает в общем дядька перспективный по характеристикам если судить есть ускорение есть лечение разрушающий луч так говорится очень хорошо армии у него только нет толком то есть мы должны бежать прямо на север а он пойдет сюда до проект у него на востоке это горная тропа ведет к фабрике фредерик один лишь он знает как здесь пройти до изумительно значит я так подозреваю что фабрика будет плотно связано с автоматом ими вот с этими созданиями эти рогатые бурдюки с помоями только теперь первый ход мой ха посмотрим чего вы стоите когда у меня развязаны руки ну конечно посмотрим чё вот этих ребяток надо отдавать наверно как-то очень точно подождите надо единички шли выделить и чё сделать вот вам и маг да ничего ничего и сделать не можем так тут вот 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 чувак то у нас прибежит и врежется и ворвется но мы его посту можем врубить да по идее мы тут можем ударить но мы вряд ли его пробьем до минус 2 минус 2 так ну ладно минус 2 минус 2 чё бухтеть как говорится минус 2 минус 1 можно город нам вот на медаль команды но видимо это будет уже автомат он и да вот их мы сейчас и возьмем наследие эпохи чудес поистине бесценно правители и воители жаждут найти доспехи и оружие тех времен но они но не они важны для того кто хочет со временем изменить весь мир я долго собирал крошечные обрывки древних секретов чтобы выработать на их основе что-то свое и кое-что у меня получилось мои машины еще очень уязвимы их силовые установки не стабильны и малоэффективны но они в достаточной мере автономны и способны сами принимать несложные решения а ведь это согласитесь уже кое-что автоматоны и сборочная линия ждут автоматоны слушайте ну это существа четвертого уровня да механический взрыв при гибели восьмая скорость кстати скорость давайте отметим что очень хороша ну и урон стабильный да семерка не то чтобы очень высоко но в то же время плюс их можно здесь нанять правильно да на все деньги как говорится а нам нужно сферу бушующего пламени принести в его лабораторию так что ли подождите а проход здесь здесь есть ну в общем давайте посмотреть как тут что сложится чистокол непривычное зрелище для этих мест но кто-то все же озаботился и построил его это внушало хоть слабую но надежду часовые не спали и радостно махали руками приглашая в лагерь мои спутники попадали на землю едва ступив за стены несколько дней почти без еды и нормального отдыха сказались на них таким лишением их еще недавно плотные упитанные тела были непривычны я же сразу отправилась на беседу с командиром он стоял в центре лагеря раздавая указания и ожидая разговора с вновь прибывшими о Тавине я слышала наверное каждый выяв воли но далеко не все говорили о нем с одобрением полурослик который по собственной воле покинул родное село и вступил в ряды пограничной стражи рафии совсем не тот кого в этих краях хотели бы видеть примером для детей долгие годы на военной службе оставили на жестком лице командира заметные следы его выцветшие глаза глубоко ввалились нос был сломан худая щека то и дело некрасиво дергалась что на севере не тратя времени на приветствие задал вопрос Тавин у меня за спиной смерть мы оторвались но селяне покойники отрезал командир здесь леса уже кишат тварями не сегодня-завтра они и там будут под каждым кустом на юге и западе всех кто не сбежал уже превратили в мясо я привел передовой отряд стражи за мной в полупереходе шли остальные под командой капитана ксарфакса шли? на них напали пришельцы? нет они пришли отсюда остался только один путь но теперь там стоят как раз они я служил ксарфаксом 15 лет а сегодня когда я пришел на соединение с его отрядом он приказал вырезать мне печенку мы едва успели унести ноги и схорониться за этими хлипкими стенами вот теперь придумываем как повкуснее себя приготовить чтоб чертям не скучно было нас жрать Тавин нам нужно пробиться есть еще надежда спасти кого-то но нам обязательно нужно попасть на северную дорогу твой командир предатель но вместе мы сможем Тавин с рычанием схватил меня за воротник и вздернул в воздух как мешок с тряпьем его взгляд был страшен дура девчонка ксарфакс не предавал его околдовали дьяволы слышишь ты сейчас возьмешь своих болванов с хлопушками и мы вместе выбьем из старика эту дурь а потом ты соберешь кого сможешь и пойдешь делать то что задумал я не хочу ничего об этом знать чтобы не рассказать когда меня поймают и начнут поджаривать на медленном огне как синелужскую колбасу естественно мы принимаем да ребят шик да история вообще то конечно довольно таки суровая так если что вопрос как нам тут пройти ага тут вот такой зидар то есть как пройти как то пройти мы должны здесь магов победить есть ощущение фредерикам вот эту штуку надо забрать может надо было сразу им бить хороший вопрос как лучше был но он без армии был сейчас то у него есть автоматоны видимо нам нужно вернуться за брелоком маны ну а тут девушка продолжает что движение наверх ага вот он ксарфакс кстати очень недурно шестая атака продвинутая стрельба очень недурно тут еще намешаны разные ребята а потом мы ему еще минус моральку вкинем посмотрим как это будет но возможно нужно было мертвяков пробивать сразу же меня часто горили будто я ищу приключения а что такие такое эти приключения история о славных героях победителях драконов которые поют в тавернах странствующие барды да я любила их послушать но в них ничего не говорилось об утупляющей усталости о стертых да крови ногах о воне мертвых тел о криках съедаемых заживо что разносились над лесом всю ночь демоны вышли на охоту деревеньям становилось мало в опасности были уже и те кто укрылся в лесу всю ночь мы с Фредериком сидели у костра и смотрели на огонь обмениваясь одними и теми же медленными ничего не значащими уже фразами мы так вымотались что даже не могли заставить себя заснуть если это и есть приключение то о приключениях я не мечтала никогда к утру мы сошлись на простой мысли здесь мы уже ничего не сможем сделать нужно немедленно покинуть долину когда солнце было уже высоко оцепенение в которое мы впали вчерашним вечером окончательно прошло по крайней мере Фредерик вновь говорил так же быстро и энергично как раньше а его взор остро подмечал самые незначительные мелочи в творящемся хаосе Генриетта хочу тебе еще раз поблагодарить ты очень вовремя выручила меня судя по всему наши пришельцы знают о демонологии больше чем вся браккадская академия вместе взятая они уже сейчас вытаскивают с плана огня очень сильных тварей и не вижу чтобы им для этого требовались многомещенные ритуалы редчайшие реактивы благоприятное положение небесных тел если мы еще немного помедлим то не хотел бы я своими глазами наблюдать как его фол превращается в чудный теплый уголок обустроенный на манер тех мест откуда к нам лезет через порталы и врата эта дрянь знаешь некоторые из них предпочитают жить в жерлах вулканов причем действующих а в эофоле хватает огнедышащих гор которые когда-то уснули но их можно разбудить десятку а мы наверное пробивали десятку да новостью загрузимся как бы не первый раз мы загрузимся в этой миссии на секунду задумавшись я покопался в памяти нет на кладбище не должно быть ничего такого что сейчас могло бы быть важно разве что пара вещиц которые могли бы когда-нибудь пригодиться для экспериментов но я уже довольно давно сменил область научных интересов правда мало кого это занимает стоило лишь единожды нет правду говорят только мертвецам не важна репутация по гостик ну нет там без потерь по гостик мы точно не разбираем поэтому а тут вот такой паренек да стоит я просто че думаю что возможно надо было сразу вот это дело забирать сразу пробивать магов но вопрос тут дальше че портал или нам нужно будет возвращаться здесь ну тут вроде как портал если нас не накрывает аксис то в целом у нас все неплохо ну и здесь нам соответственно надо пробиться к сарфак со своим огненным шаром да давайте будем помнить об этом так то что у паренька в наличии потрепанная горта выстрел не обидеть а и чужой и зик и 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 Легчайшая победа. А, тут проклятая земля. Я мог так и не расставляться. Мог так и не расставляться. 3-3-1-1. Ну понятно. Он все равно ни черта не может сделать. Так. Сейчас дайте понять. Дайте понять. Здесь мы все равно видим их стреляем. А вы к нам бежите. Принципиальная, да, позиция? Да. А мораль-то нейтральная, кстати. Вон он сарфаксом с лидерством уже. Крыстияне, конечно, такие воины. Суровые. Впереди виднеются закрытые ворота эрофийской армии. После разгрома одержимых и бегства самого ксарфакса, этот стражевой пост опустел. Желаете ли вы пройти? Ну, естественно. Конечно, желаем. Что же нам теперь? Рудзидар. Архидьявол. Наверное, надо вот так делать. А может даже и вот так, слушайте. Просто понятно, что архидьявол у нас срывается. Но там еще магоги. Ёлки-палки. Неприятно, неприятно это все выглядит. Это оливка. С наступившим. Возможно, мы должны... Можем подождать нашего товарища. А можем и не ждать. Пробьем мы это дело. И фрит. Хотя он не факт, что один, да? Ну, можно попробовать, но что-то как-то жестковато. Не факт, что мы без автоматонов тут справимся. Обожаю открывать новое, но терпеть не могу неожиданностей. Ведь в этом вся прелесть процесса. Выработать теорию, а затем на практике добиться именно того, чего от нее ожидаешь. Теория, конечно, может быть сколько угодно смелой. Тот необычный звездопад не мог не привлечь моего внимания. Пусть я и думал в ту ночь, а другому не стесняюсь признаться. Разгадка этого явления была самой неприятной неожиданностью в моей жизни. Всех нас, ученых и народа, даже тех, кто еще не подозревает, что произошло, поставили перед фактом. С неба могут упасть камни. И не просто падать, а нести на себе или в себе таких гостей, которых по доброй воле никто не пригласил бы в свой дом. Теперь я думаю, а что если это вовсе не камни, а нечто сродни нашим воздушным кораблям. Только сложнее и совершеннее. Или может быть только осколки такого корабля, потерпевшего крушение. Неужели там так высоко, что мы этого не видим даже в телескопах? Куда-то летят по своим делам рукотворные громады размером с города, везут на себе целые народы, обмениваются сигналами, а иногда и залпами чудовищных орудий. И куда они причаливают, ведь их гавань не может быть на нашей планете. Я поймал себя на мысли, что больше всего хотел бы сейчас найти общий язык с кем-то из пришельцев, послушать их рассказы об их родных местах, задать тысячу вопросов. Ведь они почему-то не бросили меня сразу в тот котел, в котором сотворяли воинов из плоти убитых. Может быть они увидели во мне того, с кем можно достичь понимания и о чем-то договориться. Может быть стоило бы. Придаваясь таким мыслям, я не заметил, как мы доехали до моей старой лаборатории. Команда Генриетты «Готовь снаряды!» Выдернула меня из раздумий, я поднял голову и увидел, что путь нам преграждает большой отряд пришельцев. На этот раз они были выстроены в подобие боевого порядка, и с ними был явный предводитель, тощий рогач с алой кожей, одетый в вычурный, словно покрытый слоем копоти доспех. Он выступил вперед, посмотрел мне прямо в глаза и чиркнул когтем себе по горлу, облизнув тонкие губы. Есть ощущение, что, конечно, это не под эту армию, что нужен вот этот чувачок. Ну, а мы попробуем, что бы нет-то. Ну да, смешно. Смешно плюс смешно, да? Это все смешно. Ну да, тут, конечно, он влетает, так влетает. Нет, тут просто неким бить. Огненный шар. У Зидара внезапно мана на все это дело есть. Не туда. Обожаю открывать новое, но терпеть не могу неожиданностей, ведь в этом вся прелесть процесса. Выработать теорию, затем на практике добиться именно того, чего от нее ожидаешь. Теория, конечно, может быть сколь угодно смелой. Тот необычный звездопад не мог... Пождите, мы это читали или нет? Ну да, ну да, извините. Извините, зарапортовался, как говорится. Ну что, стоим, ждем нашего паренька. Всю ночь вокруг лагеря что-то шуршало, ухало и бормотало. Это были младшие помощники рогатых тварей, черти и бесы. Мы пытались отогнать их, запуская в темноту взрывающиеся снаряды. Но куда там? К утру мерзкие создания уже шныряли почти на виду, ничего не боясь. Еще несколько часов и эта орда заглеснет последние уголки нашей части Эуфолы. Стало ясно как день. Если не покинуть долину сегодня, все будет потеряно. А, мы не успеем, да? Надо будет загружаться. Мы банально чувачком не успеваем добежать. Даже если мы тут бьем. Маги появились внезапно, словно с них спал покров невидимости. Или успеваем, а может и успеваем. Конечно, я чувствовал их присутствие. Это сильные маги, их энергетику не спрятать. Очень хорошо. Слишком сильные справились бы с этим. Отступник Фредерик. Голос их лидера гремел, будто со всех сторон. Сразу словно приходил с неба. Нет эхо, нет шепота листьев и ветра. Только бесстрастная речь, льющаяся в уши. Совет Бракады знает о твоих темных делах, о запрещенной практике некромантии, об угоне небесного корабля, о позорном бегстве из Бракады, о связях с отступником Казандаром. Тем не менее, ты не причинял вреда живым, имеешь право на беспристрастный суд и справедливый приговор. Мы готовы гарантировать, что наказание не будет включать смерть. Сложи оружие, выпусти ману из тела и подходи к нам. Ты и сам знаешь. Пойдя по этому пути, ты впал в грех. Темные книги могут дать знания, но оно всегда отравлено болью и смертью. Распространять его исследователь не должен. Ты ведь все еще считаешь себя ищущим? Искупи, содеянная Фредерик, живи честно. Губы сами собой расплылись в улыбке. Я слышал это слишком много раз. Боги, Листон, это же ты. Все еще работаешь тяжелой дубиной в лапе у магнусовской полиции нравов. А ведь когда-то подавал такие надежды. Ладно еще отступник Фредерик. Слышать такое мне даже лестно. Но отступник Казандар? Не слишком ли ты много на себя берешь? Даже твои начальники еще не посмели ничего решить. По его поводу, иначе я бы знал. Слишком велики его заслуги. Слишком много еще в Академии уважаемых магов. Которые не позволят вам, тупые громилы, расправиться с лучшим умом бракады на основании смехотворных домыслов. А Магнус своего слова еще не сказал. Запрещенные практики. Ты хоть понимаешь, как смехотворно это звучит? Скажи-ка мне, бывший коллега, велика ли разница между нагами и медузами? Ах да, медуза это продукт искаженного процесса, который заставляет выжившие объекты злобствовать и мучиться. Совсем забыл, а гремлены отличаются от троглодитов лишь тем, что их рабство узаконено волшебными контрактами и печатями. Я ничего не перепутал. Всем нужны слуги, а вселять души павших воинов в статуи, чтобы получить разумных титанов? Это, конечно же, честно по отношению к мертвым и безупречно, чисто с академической точки зрения. Ну-ну, зачем же так краснеть? Начнем обмен заклинаниями? Мы друг друга не поймем, Листон. Вы не свободны разумом. Фредерик похож на профессора Снэйка из Гарри Поттера. И Гримора. Тот самый, тот прислуга Сарумана. Нифига себе тут всех автоматонов перри, 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 на 3.3 нам не помогает. Ну, так получше, да? Тут можно было удачку, конечно, прокинуть. Нормально. Нормально. И так сойдет. Конечно. Отняли двоих. Троих в итоге дам. Ожерелье. Ожерелье. Я с величайшей осторожностью достал три сферы огня из ящика. Легкий и бездымный источник тепла, который заставит воду в котлах двигателей вскипать, а пар приводить изобретенные мной механизмы в движение. Сколько лет Сэм уговаривала, чтобы я перебирался со своими разработками к ней. Там и спокойнее, и все сырье под рукой. И чего я тянул? По грубым расчетам, которыми я себя занимал в дороге, заряда сфер должно было впритык хватить на долгий путь до Джадама. Одному мне трех штук хватило бы с запасом, но теперь воздух нужно одновременно поднять все корабли, что есть. Будь у меня чуть больше времени на подготовку, можно было бы запустить конденсатор теплоносителя, увеличить заряд сферы. Или же бросить все, подняться в воздух и улететь в безопасное место в одиночку, не опасаясь застрять где-нибудь посреди океана. Нет, этим я предам не только Генриету, но и свою мечту. Сфера бушующего огня. Кайф. В смысле я не успеваю ману пополнить? Ну сейчас будем разгружаться, что тут сделаешь? Что тут скажешь? Блин. Не, ну тут им надо бить с подвесочкой. Хотя молнию... Так, подождите, а у нее сколько? Двадцатка маны. Давайте попробуем. Да давайте попробуем. Да, ну тут конечно... Ладно, поехали как есть. А, так стоять, у нас же книги-то нет. Да, книги-то нет. Все равно попробуем. Двадцатка маны. Не добивай. Ой, так плохо. Ахахахахаха. Ахахахаха. Моралька, может? Ну тут их осталось всего ничего, да? Най моральку-то. Угу. Нет, тут надо именно им успевать. Это Андрей с Новым Годом. Так, сейчас мы найдем, где мы записывались, да? Ну вот это, видимо, сейв, с которого мы начинали. Так. Так, 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 так. Я думаю, может нам девушкой кого-то передать. Хотя, но он и так справится, да, вероятно. Или нет. Ну давайте посмотрим, как он будет там справляться или нет. Передать кого-нибудь, кого-нибудь. В принципе, свой бой она там выигрывает. Да, ей же нужно, именно ей нужно пробить этот отряд, который тут стоит. Ну давайте как-то так, наверное, попробуем. Пободрее, да, получилось? Так, хорошо, поехали. Поехали. А эту штуку я могу поднять ей? Или далековато? Ну опять же, давайте попробуем. Не уверен, но попробовать можно. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, не постреляли, а пробежали к нам... Ну, вот так, да? Так, ладно, все хорошо... Вопрос, как здесь? Успеваем ли мы? Так, 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 так... Тут вот эти ребятки, да? Ну что, кайф, новая фракция или как там? Фабрика-то... Ну, пока непонятно, мы существуем первые уровни, играем четвертого, посмотрели... Пока рано говорить... Соберем 200 лайков в честь нового года... А почему бы и нет? Мне кажется, вообще отличная идея... Меня вполне устраивает... Так, а фенсик... Фенсик надо брать, я полагаю... Или нет... Или нет, или да... Ну, а фенс никогда не ошибка, слушайте... 2230, да? То есть нам с запасом должно хватать на этот раз... Осталось только пробить вот эту всю штуку... Так, нужно ли нам брать с собой... Как их зовут? Лепреконов? Минус моралька, так-то... Я не уверен... Что нам это с собой нужно брать... Что, как-то так? Что, как-то так? Вечером вышла фабрика... Это Петр? Вчера вечером вышла фабрика... так еще будет до 1 шарик на 60 46 урона молния 135 200 ночи над наверно в него стрелять и добивать а можно у пацанов тут по по цепи и кажется тут по разным можно играть это ожидаемо моральку и надо бить а здесь не бить наоборот огненный шар вот сюда а а а Продолжение следует... 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 Какая качественная заставка вы не находите? Прям очень годно сделано. Ну что же, первая миссия остается позади. Впереди у нас, мы видим, будут механики. Но с ними мы уже будем знакомиться на следующем стриме, ребят. Если честно, я что-то это... Тут столько текста еще, что я понял, что ночью 1 января не готов идти во вторую миссию. Но от этого пострадает качество. Хочется, чтобы качество прохождения и комментирования того, что происходит, в общем-то, оставалось на хорошем уровне. Благо долгожданное. Опять-таки, повторюсь, компания за фабрику этого заслуживает. Поэтому спасибо всем вам огромное за внимание, за компанию. И я думаю, что в самом ближайшем времени мы продолжим. Ну, фабрика вышла, да? Ну что, будем осваивать, что? Нам больше ничего не остается. Еще раз всех с Новым годом, с наступившим. Здоровья, успехов, счастья, удачи вам в наступившем году. Сохраните в себе этот позитив и те положительные эмоции, которые есть сегодня, да, в ночь, когда отмечается приход Нового года на весь этот Новый год в целом. Это был Антиквар. Оставляйте комментарии, делитесь эмоциями, впечатлениями, ставьте лайки. Ну, всем, кто смотрит летсплей, я всех призываю все-таки высказываться по поводу фабрики. Да, к тому моменту, когда он выйдет, уже как-то улягутся эмоции, уже будет более целостная картина, сложившееся представление о новой фракции, о новом городе. Ну, тем интереснее будет с ними познакомиться. Всем удачи и до встречи. Пока.